Как использовать музыку в бане? Можно ли тащить музыкальные инструменты в парное пространство? И если музыку включать, то какую? Можно ли петь в бане во время парения? А если петь, то что и как? Об этом сегодня поговорим. Вы на канале Живая баня. С вами я, Иван Бояринцев. И сегодня мы говорим о том, можно ли нести музыку в баню. И первое, что приходит в голову, когда мы говорим о музыке, это, конечно, взять какой-нибудь вот такой бумбокс. Ну, может быть, побольше. Почему бы нет? Неоспоримый плюс такого варианта, это простота в использовании, не очень высокая стоимость оборудования и бесконечный репертуар. И в результате музыкальное сопровождение кто-то что-то там включил, оно брякает, и, может быть, зайдет. А может быть, и не зайдет. И вот здесь появляются минусы. Иногда музыка начинает раздражать гостя и, ну, просто не заходит от слова совсем. Иногда не нравится ритм, иногда не нравится тембр, иногда не нравится содержание. А если вы еще и включили песни, то есть музыку со словами, то эти слова могут вообще диссонировать с чаяниями, пожеланиями, мыслями гостя в этот момент. Ну, и еще музыка отвлекает человека от его полного расслабления, релаксации, может быть, медитации. Ну, и музыка из интернета далеко не всегда способствует тому, чтобы человек, что называется, ушел или сгулял во время банной процедуры. Ведь после бани обычно говорят, как заново родился, а значит, на какую-то секунду уходил из тела. Самый очевидный минус этого способа то, что колонки достаточно быстро выходят из строя. Их то забывают в парной, то обливают водой, то вообще роняют в ведро. Поэтому такие колонки это расходный материал. Но есть еще один подводный камушек. Когда вы включаете музыку конкретному гостю, то скорость воспроизведения музыки вы изменить уже не можете. И значит, вы играете в русскую рулетку. То ли вы попали в его скорость, то ли не попали. То ли ему понравится это, а то ли будет его раздражать. Итак, вариант с музыкальным сопровождением из колонки. Это вариант самый простой, самый примитивный. И поэтому в первую очередь заполонивший все банные пространства. В некоторых банях это прямо вмонтировано в конструктив бани и даже парной. И этим очень гордятся владельцы парного пространства. Наверное, они правы. Но тут и до аквадискотеки буквально один шаг. Есть и другой вариант. Взять звуковые музыкальные инструменты и использовать их внутри парного пространства. Сделав своими руками музыкальное сопровождение. Вряд ли оно будет музыкальным, но будет звуковым. И давайте не будем путать термины музыкальное сопровождение или звукотерапия. В случае, когда вы пользуетесь различными музыкальными инструментами для того, чтобы заполнить пространство парной неким звуком, далеко не всегда является звукотерапией. Но это может стать вашей фишкой. И это может стать вашей даже визитной карточкой. Если у вас есть некий инструмент, которым не пользуется никто, или если вы умеете пользоваться этим инструментом так, как никто им не воспользуется, или вы ввели его в программу парения очень грамотно, очень вкратчиво и очень аккуратно, то почему бы и да, музыка в парной может быть сделана своими руками. И не обязательно из этого делать какую-то симфонию. Но и какофонию устраивать тоже не стоит. Достаточно в какой-нибудь начальный или конечный момент вашей программы парения добавить какой-то определенный звук, который наполнит пространство парной. И это, еще раз повторю, может стать вашей визитной карточкой, вашей фишкой. Можно ли заносить музыкальные инструменты в парную? Это очень творческий момент. Металлические инструменты меняют свой звук. Они перегреваются, обжигают ваши руки и, не дай бог, обжигают вашего гостя. Поэтому с металлическими инструментами внутри парной надо быть крайне внимательными, крайне осторожными. Я обычно развешиваю колокольчики, караталы далеко-далеко-далеко от гостя в те углы, куда он никогда не дотянется. И когда с ними работаю, не прикасаюсь к металлу. Работа с бубном в парном пространстве практически невозможна. Да, есть бубны тканевые, которые можно занести в баню, и они не провисают, не пересыхают, не перегреваются. Но и это меняет их звук до неузнаваемости. И то, что вы в сухую слышали от вашего бубна, совершенно поменяется внутри парной. Поэтому ваш выбор, нести ли туда бубен. Я, честно говоря, свои бубны очень берегу и не заношу в парную никогда. Ну и любые струнные инструменты тоже расстраиваются внутри парного пространства из-за температурного воздействия. Так как струны металлические, а все горячее начинает расширяться. И звук поплыл. Очень хорошо применять в парном пространстве музыку ветра или музыку дождя. Это инструменты, которые не меняют своего звучания и достаточно безопасны, не перегреваются. Итак, плюсы музыкальных инструментов в бане. Это индивидуальная подстройка под скорость гостя. Это ваша визитная карточка. Это ваша фишка. Ну и звук можно выбрать любой. И минусы. Меняется звук. Не всегда можно прикоснуться к вашему музыкальному инструменту из-за того, что он горячий. Слишком резкие, слишком громкие звуки могут вывести вашего гостя из состояния покоя. И это тоже не всегда хорошо и не всегда правильно. И еще один очевидный минус. Ваши руки заняты музыкальным инструментом. И голова занята тем, а что сыграть в этот момент. Вместо того, чтобы парить гостя, вы думаете сейчас о том, какая музыка будет звучать. И, наконец, третий вариант. Это пение. Живое пение в парном пространстве. И здесь есть очень много разных мнений. Есть люди, которым это не заходит от слова совсем. Честно говоря, я таких лично людей не встречал, но мне иногда пишут об этом в комментариях. Мне кажется, что это люди, которые попали под негативные варианты исполнения песен, о которых мы чуть позже скажем. Либо это человек, которому однажды запретили петь самому или запретили петь в бане. Такое тоже бывало. Такое тоже возможно. Зачастую это связано с качеством исполнения. И когда уж совсем качество страдает, такому человеку запрещают петь. Но чтобы его не обидеть, говорят, в бане нельзя. Самый главный плюс живого пения в том, что вы поете душу вашего гостя. Это неотъемлемое ваше стремление к гармонии. Когда вы знаете много песен и знаете, как их напевать в бане, заметьте, не исполнять, тогда ваше состояние диктует состояние гостя. А состояние гостя отражается на вашей песне. И вы входите в состояние синергии или резонанса. Вы начинаете резонировать вашего гостя, а он вместе с вами поет всем своим телом. И это высший пилотаж банного взаимодействия. Когда вы парите не только руками, не только паром, не только температурой, и не только фито и аромовоздействием на вашего гостя, а еще и звуковые волны вы пропускаете через тело и, главное, через душу. В песне есть слова, которые могут попасть и заставить человека задуматься или просто заплакать. Иногда очень важно дать человеку выплакаться в бане. А что, там и так все мокрое, и даже не видно, и плачешь ты или просто это полили тебя на голову воды. Но в сегодняшнем современном мире иной раз человеку необходимо где-то проплакаться. Песня может дать человеку взлететь в своих мыслях, в своих чаяниях. Они орелы под облаками. И песня же может дать человеку прожить то, что его пугает. А когда оно прожито, зачем его бояться? Поэтому так много песен, которые говорят о умирании, но и воскрешении. И русские народные традиционные песни, они кольцевые. Если они начинаются с каких-то слов, зачастую этими же словами они и заканчиваются. Это всегда говорит о том, что цикл продолжается. И каждая песня возрождает тебя снова. Это то же самое, что мы говорим, когда выходим из бани. Я как заново родился, песня меня переродила. Я вместе с ходом событий в этой песне родился заново. К тому же песня может быть спета на любой скорости. Одна и та же песня может быть и очень медленной и очень быстрой. «Ой, ты порушка поранья, ты за что любишь Ивана? Ой, да я зато люблю Ивана, что головушка кудрява». И вы можете попасть ритмом песни в чаяние своего гостя, в его внутреннюю скорость метаболизма. Или хотя бы в скорость его пульсации сердца. А потом начинается фантастическое действие. Песней вы можете менять скорость гостя. И если гость слишком устал и звучит очень медленно, то его можно разогнать. А если он пришел и его рвет на части, то его можно замедлить и приостановить. И тогда нужны колыбельные, тогда нужны спокойные, а может быть грустные песни. Всегда возникает вопрос, а какую песню спеть с тому или иному гостю или группе гостей, которые к тебе пришли. Все очень просто. Неподходящую песню вы не сможете спеть. Она не даст себя спеть. Она будет вас ломать, она будет вас ерошить, вам будет неприятно, неудобно. Вы забудете слова или собьетесь с мотива. Зато нужная гостю песня приходит сама. И может быть вы ее никогда не собирались петь в банном пространстве. И вообще никогда в жизни не пели. Но вдруг ни с того ни с сего почему-то запелась именно она. Так я однажды, паря у очень высокопоставленного гостя, ни с того ни с сего начал петь. Дан приказ ему на запад. А мне с полка отвечают. Ей в другую сторону. И мы хором уходили комсомолицы. А дело-то оказывается все очень простое. Он комсомольский бывший лидер. И это его самое лучшее время в жизни. И эта песня связала нас навсегда. И очень важно понимать, что веники песни не помеха. То есть есть ритм веников. И это всего лишь аккомпанемент для вашего пения. Вы поете и стучите в одном ритме. И получается, что вы дополняете скорость веников. А веники диктуют вам скорость песни. И все это превращается в целый ансамбль. Но и как у всего в этом мире, у песенного парения тоже есть минусы. В первую очередь, это может быть просто некачественное исполнение песни. То есть когда вы не попадаете в ноты. Когда вы откровенно фальшивите. В это время, естественно, вы никогда не выйдете на резонанс с вашим гостем. А значит петь надо учиться. Обучаясь вокальному мастерству, вы можете попасть в ловушку. Потому что есть народное исполнение песен со сцены. А не орел, а под облаками. А оно надо вам в бане. Человек просто вскочит, сдрогнет или просто уйдет. Он не на концерт пришел, поэтому слушать ваше исполнение ему совершенно не интересно. Когда вы начинаете вытягивать ноты, когда вы начинаете исполняет, в бане становится противно. Потому что в бане хочется покоя. В бане хочется полета души. Хочется, чтобы душа развернулась. А потом свернулась. Это не всегда громко, это не всегда ярко. Это может быть очень вкратчиво, очень тихо, напевно. А иногда просто мычание на тему. И этого зачастую хватает для того, чтобы действительно появилось песенное парение. Еще раз повторю, что песня, которую выбрали вы, умом, она может не зайти в чаяние гостя, она может его раздражать, она может быть не в его скорости, она может быть не в его тембре, она может быть вообще ему неприятно. Но это значит, что вы выбирали песню умом, а не душой. Не гость выбрал песню, а вы для него по списку выбрали песню. Баня это непорядок действий. Это не алгоритм, в котором мы можем двигаться, как роботы. Баня это душа. Баня это соприкосновение душ. Это отражение друг друга. И если вы начинаете на таком уровне работать, то у вас само все получится. Любой мотив придет на ум. Любые слова придут сами на ум. Любая песня зайдет вашему гостю. И этому можно и нужно научиться. У нас в Академии банного дела мы этому учим. У нас есть спецкурс, который называется «Песенное парение», где уделяется внимание не вокальному искусству, а где мы ищем подходы к нашему гостю, где мы научаемся зеркалить его с точки зрения песни и отображать его внутреннее состояние звуком. И тогда под ваше банное пение можно и парить, можно перерождаться, можно колдовать, можно делать фантастические вещи, которых под колонку, под чужую музыку и, может быть, даже под музыкальные инструменты сделать или не получается, или гораздо труднее. Почему этим уникальнейшим инструментом, собственным голосом, который всегда с вами внутри банного пространства, зачастую не пользуются пармастера? Есть очень простой ответ на этот вопрос. Для того, чтобы петь в бане, нужно все время держать ровное дыхание. Если человек парит на мышцах, если он не включает все тело в процесс банного движения, а работает только мышцами и настукивает чего-то там своему гостю, то есть это не банщик, а тарабанщик, то у него срывается дыхание, он выходит и говорит, смотри, как классно я тебя попарил. Да он не попарил, он избил. К сожалению, этот пармастер никогда не сможет петь в бане. Для меня пение в бане является индикатором того, не соскочил ли я на мышечную работу, не стал ли я рабом собственных мышц, и не случилось ли вынужденного восстановления кислорода в теле, в крови, который съели мои мышцы во время работы. Если вы хотите научиться работать бесконечно долго в парной, не бояться высоких температур, не бояться потерять сознание и научиться петь во время банной процедуры, милости просим к нам в Академии банного дела. Мы работаем для того, чтобы в каждом доме появился знающий специалист банного дела. Банщик, пармастер, строитель бани. Для этого мы делаем все. Для этого существует этот канал. И если вам эта мечта нравится, тогда помогайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Да пребудет с вами баня!